Добрый вечер! Уральский сегодня с безработицей. Уровень безработицы. Он какой в Первоуральске? Ну, сегодня у нас 3670 безработных. Это много или мало? Это очень много. До всех вот этих событий, до пандемии у нас было 670 безработных граждан. То есть, на 3000 больше. Процент безработицы – это 493. Ну, соответственно, до пандемии это одного процента не было. Вот. Обстановка у нас очень напряженная. Тогда сразу спрошу. Вот о чем какие меры предпринимаются, может быть, уже или планируете предпринять для того, чтобы уровень безработицы снизить? Ну, у нас количество вакансий осталось примерно на том же уровне, что и было до этого кризиса. Это порядка 1400 вакансий на сегодняшний день. Значит, ну, мы наблюдаем некую активность работодателей на рынке труда. То есть, к нам обращаются работодатели в том плане, что необходимы сотрудники. Сотрудники на какие вакансии в основном? В основном это рабочие вакансии в большинстве своем. Ну, вот, например, сегодня требовались сварщики, грузчики, работники, подсобные работники. Я знаю, что даже работник банка требовался. Да, у нас отделение одного уважаемого банка обращалось к нам за подбором сотрудников. То есть, жизнь идет, как обычно, в своем ритме. Значит, я думаю, что после октября месяца ситуация должна улучшиться на рынке труда. После октября почему? Ну, потому что правительство разработало меры поддержки для безработных граждан в период пандемии. И граждане этими мерами активно пользуются. Но это все продлевается период выплаты пособия до 1 октября. Какие еще новшества в связи с пандемией сейчас в работе центра занятости? Я знаю, что раньше нужно было ходить, отмечаться в центры занятости безработным довольно часто. Как сейчас? Да, действительно. Раньше безработные граждане ходили на отметку, как в простонародье говорится, ну, или по-нашему, перерегистрацию. Два раза в месяц. То сейчас это происходит один раз в месяц. И происходит это дистанционно в электронном виде. Значит, Министерство труда разработало информационный ресурс, который называется «Работа в России». И этот ресурс работает почти что в автономном режиме. То есть за три дня до назначенного времени перерегистрации безработного гражданина этот ресурс отправляет запросы во все инстанции. Пенсионный фонд, ОФМС. Сейчас приходят ответы, и специалисты центра занятости уже смотрят, человек работает или не работает. Сменил место жительства, не сменил место жительства, и уже принимает решение на основе ответов, полученных из ведомств. Либо начислить пособие, либо снять с учета. Все-таки вот как эффективно и лучше всего сейчас искать работу? Многие же обращаются на сайт госуслуг, наверное, когда подают документы, насколько я понимаю, в центре занятости. Или есть какие-то еще альтернативные варианты? Вот, кстати, о подаче документов, о подаче заявления на оформление пособия, вот так называется, в центре занятости. Есть два пути. Это единый портал госуслуг и портал «Работа в России». Но с единого портала госуслуг заявление гражданина все равно будет переброшено на портал «Работа в России», потому что портал «Работа в России» является вот этим оператором между гражданином и службой занятости. Поэтому всем гражданам, которые хотят подать заявление на оформление пособия безработицы, я рекомендую обращаться на портал «Работа в России», читать внимательные инструкции, отслеживать свое заявление. Там все отображается, и тогда вопросов будет намного меньше, и звонков в центр занятости будет намного меньше. Что касается активности возможных работников потенциальных, насколько охотно они сейчас ищут работу? Потому что, с одной стороны, есть меры поддержки государства. Я вот хотел бы, чтобы вы о них подробнее тоже чуть позже сказали. Но, с другой стороны, все-таки есть, наверное, потребность работу искать, работать, зарабатывать деньги. Но пока мы видим активность только в подаче заявлений на оформление пособия по безработице, потому что каждый день 35-40 заявлений к нам поступает. Значит, в течение 10 дней мы их рассматриваем, и на 11 день принимаем решение. Что касается поиска работы, значит, если раньше гражданин приходил к нам на перерегистрацию, и специалист центра занятости делал подбор необходимых вакансий гражданину, то сейчас это можно сделать самому, на том же портале «Работа в России» посмотреть вакансии, на интерактивном портале Свердловской области посмотреть вакансии. И также работодатель на портале «Работа в России» может посмотреть резюме соискателей работы и уже отобрать себе работников. Какую работу ищут в основном? Чего хотят? Если все же ищут. Да, есть, как ни странно, такие люди, которые ищут работу. Есть, не будем скрывать, и такие люди, которые нацелены на поддержку от государства. Ну, это реалии нашей жизни. Вот. Работу ищут такую, чтобы более-менее была достойная оплата и какие-то социальные гарантии. Достойная оплата для Первоуральска – это сколько? Достойная оплата для Первоуральска – это от 30 тысяч рублей в месяц. То есть в центре занятости такие вакансии тоже готовы предложить? Бывают и такие вакансии, но в основном средняя зарплата по вакансиям где-то колеблется из месяца в месяц в пределах до 20-22 тысяч рублей в месяц. – Ладно. Меры поддержки от государства. Сейчас в связи с пандемией какие существуют, напомните, пожалуйста. – Ну, я считаю, что меры поддержки от государства очень серьезные были в период пандемии. Это наиболее, скажем так, большему числу граждан было максимальное пособие в размере 13-949, ну и по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка. То есть, грубо говоря, если безработный гражданин имеет максимальное пособие и у него трое детей, то, соответственно, он больше 22 тысяч в месяц получает поддержку от государства. – А эти выплаты, эти заявки, они тоже носят сейчас без заявительных характеров? То есть приходить куда-то в центр занятости или как это делается? – Да, это все через интернет. Все дистанционно. Приходить лично не нужно. И люди активно этим пользуются. Я уже говорил, что 3670 заявлений. – Просто, насколько я понимаю, у вас раньше был некий ажиотаж в центре занятости. И звонили, и обращались, и приходили. А как сейчас? – Ну, сейчас все более-менее успокоилось. Если раньше массово были такие заявления, больше 100 в день, то сейчас… Ну, тоже много, но гораздо меньше. 35-40 заявлений в день. И уже люди освоились, освоили интернет, освоили подачу дистанционно этих заявлений. – Три тысячи вы искали, да? Слишне безработных. Откуда вот они появились? Это уволились люди с предприятий? Уволил работодатель? Или это те люди, которые раньше просто как-то работали, не обращались в центр занятости? Вообще вы как-то отслеживаете эту ситуацию, когда сокращение некие происходит? И сразу спрошу, какие коррективы в эту ситуацию внесла пандемия, если есть такая информация? – Пандемия внесла те коррективы, что за государственной поддержкой обратились даже те граждане, которые длительное время не работали. – Раньше мы говорили, что длительно не работающий – это гражданин более года не работающий. Но у нас были и такие, кто 5-10 лет не работали. – За счет них статистика изменилась? – Однозначно сказать нельзя. Здесь у нас в этой цифре все присутствуют. – Я просто пытаюсь понять, из-за пандемии какие-то увольнения были в Первоурайске, массовые сокращения? Как-то вот эта ситуация менялась? – Нет, такого не было. – Были, сообщали нам работодатели о том, что в связи с пандемией неполная занятость. – Такие были предприятия. А так, чтобы кого-то массово увольняли, такого не было. – Как все-таки побороть безработицу сейчас? Универсальный рецепт какой-то есть? – Нет. Универсального рецепта нет. Если работодатели будут подавать вакансии, граждане будут обращаться на эти вакансии, все равно государственная поддержка по времени очень ограничена. Все равно она заканчивается. Грубо говоря, она заканчивается 1 октября. – И все равно надо искать работу, надо искать постоянный источник дохода. Многие спрашивают, как жить на такое пособие? Но ведь пособие и не предназначено для того, чтобы на него жить. Пособие предназначено для того, чтобы в период поиска работы как-то немножко поддержать человека. Вот и все. А чтобы жить, надо работать. – Хорошо. На этой ноте мы эфир завершим. Спасибо вам за беседу. Спасибо телезрителям. Берегите себя. Будьте здоровы. Всего доброго. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова